Друзья, всем привет! Наконец сбылась моя мечта, приобрел себе торцовочную пилу с протяжкой, давно уже хотел. Модель называется Inforce MS305. Модель довольно-таки популярна и уже во многих мастерских заняла свое законное место. Ну а мы сегодня сделаем распаковочку, затронем технические характеристики, ну и конечно же попробуем что-нибудь распилить на данной торцовке. Поэтому давайте приступать к распаковке. Поехали! Так, вот у нас где инструкция находится. Гарантийный талон. Ключ. Кстати, некоторые говорят, что ключа нет в комплекте. Как видим, ключ есть. Это дополнительный упор. Прижим. Что у нас еще здесь? Так, ну это крепление. Ручка. И пылесборник. Ну и вот как выглядит торцовка. Достал из коробки. Очень и очень большая. Но опять же скажу, что здесь плюс. Направляющие идут вперед. То есть, сзади место остается свободным. То есть, очень и очень экономит место в мастерской. Ну и теперь нужно вот этот узел собрать. Ручку прикрутить. И вот этот вот упор. Кстати, смотрите. Ключ идет в комплекте сразу и с отверткой. То есть, мы можем и винты закручивать, и диск менять. Так, ну, кстати, вот этот рычажок можно отрегулировать. То есть, выше, ниже он на гаечку одевается. И уже там, как вам удобнее будет. Я, кстати, тоже потом попробую. Возможно, нужно будет на пару шлицов перекинуть данный рычажок. Ну и давайте ручку еще прикрутим. То есть, не нужны дополнительные инструменты, чтобы собрать торцовку. Тоже очень удобно. Ну и все. Ручку закрепили. Установим прижим. Устанавливается довольно-таки легко. И все. Направляющие здесь направлены вперед. Вот еще раз повторюсь. Повторюсь, очень удобно. Экономит место. Здесь есть фиксатор. Мы его сейчас ослабим. Все. Наша торцовка может спокойно перемещаться по направляющим. И также в любом положении вы можете зафиксировать. Опять ослабили. И зафиксировали. Что касается расширительных столов. Они здесь есть с двух сторон. И блокируются вот такими флажками. То есть, мы откинули. Выдвинули наш расширительный стол. Выдвигается очень широко. Смотрите, расстояние между вот этими деталями 22,5 сантиметра. То есть, с одной стороны и с другой. Это почти полметра. Также здесь имеются вот такие флажки. Чтобы деталь упиралась. И нарезать в один размер. Допустим, выставили вы, к примеру, 40 сантиметров. Заблокировали. И все. Можете нарезать детали в один размер. Очень удобно. С одной и с другой стороны такая конструкция. Параллельные упоры с двух сторон крепятся вот на такие эксцентриковые зажимы. То есть, мы ослабили. Можем двигать спокойно упор. Что с одной стороны, что с другой. Выставили как надо нам. И затянули. Все. Упор стоит на месте. Также здесь расположено крепление ключа. Также есть блокировка для переноски, допустим, торцовки. Вот таким способом здесь все выполнено. Довольно-таки просто. И также можно регулировать глубину пропила. Смотрите, здесь есть также флажок. Мы устанавливаем флажок. И вот этим винтом мы регулируем, на какую глубину у нас будет опускаться диск. Допустим, настроили мы под одну глубину. Чтобы по новый винт не выкручивать, а до конца распилить, мы поднимаем, убираем флажок. И все. И у нас пила опускается до конца. То есть мы можем настроить пилу, и она у нас будет работать в двух положениях. То есть на одной глубине будет пилить. И если мы уберем флажок, то на второй. Очень удобно. Хотелось бы заметить, что патрубок пылеудаления здесь довольно-таки большой. Внешний диаметр у него 64 миллиметра. Внутренний 57. Прод у торцовки мягкий и длинный. Я замерил от вилки до двигателя 3 метра. Поэтому не придется торцовку впритык к розетке ставить. Для намотки провода также есть специальные флажки. Кстати, вот этот флажок также поворачивается и защелкается. И уже теперь можем спокойно намотать провод на данные флажки. Теперь рассмотрим вот этот данный узел. Ручка здесь больше служит нам упором. То есть мы ложим на нее руку. Внизу есть флажок. Мы его нажимаем и перемещаем торцовку на заданные углы. Чтобы нам, допустим, перемещать, и он не щелкал, мы нажимаем на флажок и нажимаем блокиратор. Все, теперь мы можем свободно в любом положении перемещать этот узел. Чтобы заблокировать, к примеру, нам нужен, ну, к примеру, какой-то определенный угол. Мы восстанавливаем. И вот здесь есть флажок для блокировки. Нажали. Все. Данный узел заблокирован. Опять флажок вверху. Все. Можем свободно перемещать. Кстати, здесь шкала от 0 до 50 градусов в обоих направлениях. Для устойчивости также есть вот такая ножка. То есть мы регулируем по высоте и подтягиваем гаечку. Гаечка здесь просто с насечкой, этого будет достаточно. Что касается вот этого флажка, если мы его ослабим, то мы можем наклонять нашу пилу либо влево, либо вправо. Также здесь имеется фиксатор. И если данный фиксатор утоплен, то мы можем наклонять только в одну сторону до 33,9 градусов. В другую сторону уже пила не наклоняется. Вытаскиваем наш фиксатор. И теперь можем спокойно в одну сторону наклонять и в другую наклонять до 45 градусов. Ну и здесь у нас расположен двигатель. Он под углом. Также находится клавиша для блокировки диска, чтобы менять диск. И также есть вот здесь вот такая защита, где пылеудаление, чтобы более крупные, то есть обрезки не засасывало сюда в кожух. Потому что если залетит в кожух, потом доставать, конечно, замучаешься. Поэтому установлена вот такая вот защита. Ну и давайте затронем технические характеристики. Мощность двигателя 1500 Ватт, частота вращения 3200 оборотов в минуту. Диаметр диска внешний 305 мм, диаметр посадочного отверстия 30 мм. Максимальная толщина пропила под углом 90 градусов составляет 100 на 310 мм, под углом 45 градусов 60 на 222 мм. Из электроники здесь имеется лазерный указатель, электронный тормоз и плавный пуск. Также торцовка обладает двухсторонним скосом, то есть мы можем пилить в разных направлениях под разными углами. Также хотел сказать, что на торцовке на всех подвижных узлах имеются настройки и регулировки. Есть у меня вот такой груз 100 на 100, даже чуть поменьше, по-моему, 90 на 90. Сейчас попробуем его. Кстати, вот здесь крепление, зажимы мне не очень нравится. На прошлой торсовке у меня была здесь как струбцина, там, конечно, удобнее было зажимать. То есть здесь, если переходить с маленькой заготовки на большую или с большой на маленькую, то, конечно, долго будет это все проходить. Вот так, в принципе, нормально все. Такой вот рез. Кстати, хотелось еще сказать про лазерный указатель. Как видим, завод настроен так, чтобы линия находилась от диска с левой стороны. Также эту линию можно настроить либо по центру диска, либо с правой стороны. Считаю, это тоже очень удобно. Вот как получился рез, довольно чистый. Есть еще вот такая дубовая доска, полтинник. Попробуем сейчас ее. Справился на отлично. Вот какой рез получается. Ну, сейчас хотелось бы проверить заводские настройки. Выставляем 45. Нажимаем заготовку. Так, теперь ослабим. И еще один раз отрежем. Так, ну и проверим. Как видим, все четко. Угол ровно 90 градусов. Друзья, вот такой небольшой обзорчик у нас сегодня с вами получился. Конечно, не судите строго. От себя как смог, так и рассказал, объяснил, показал. Конечно, если более детально углубляться, то можно посмотреть, к примеру, ролик Михаила с канала Хартфут. Он там более детально все рассматривал. Мы же, я еще раз повторю, сегодня сделали обзорный небольшой ролик. Кстати, если интересно посмотреть, как ведет себя данная торцовка после года эксплуатации, можно посмотреть у Александра на канале Forest Lump. Ну, а мы будем тоже работать торцовкой, выявлять какие-то косяки, если они будут, будем их показывать. Ну, а на этом будем прощаться. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч.